Минута В одном сказочном городе Жили коротышки Городышками их называли потому Что они были очень маленькие Каждый коротышка Был ростом с небольшой огурец Некоторые сразу скажут, что в жизни Таких малышей не бывает Но в жизни это одно А в сказочном городе Совсем другое Так вот В этом городе В одном домике Жили малыши коротыши Малышка-ротыш по имени Зинайка Доктор Билюнген Сиротик-пончик Музыкант-кушля Худовник-тюбик Пианик-линчик Стоит по мордикам-шпутикам И маленькая собачка-гулька Однажды Однажды Винчик со шпутиком Закрыли с тебя мастерской И стали что-то мастерить Прошел месяц И оказалось Заводили Сделали автомобиль Как раз сейчас Они хлопочат У своей машины Городыш Читает большую книгу А музыкант-кушля Играет На кромбоне Все заняты делом Городыш 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 Пианик-пианик Кто хочет прокатиться на нашей машине? Спасибо! Я ещё проиграю! Садись, Знайка! Поехали! Но самым известным по Виталии Матлова Был малыш по имени Незнайка И его прозвали Незнайкой За то, что он ничего не знал Этот Незнайка носил Зверхую голубую шляпу Оранжевую рубашку Селёным галстуком Их нареченные брюхи Некоторые говорили Будто у Незнайки пустая голова Но это неправда Как он тогда мог соображать? Конечно! Соображал он плохо По бочетке надевал на ноги, а не на голову Но это мечтоза Соображение нужно Незнайка Ты будешь играть А я запою Хорошо? Хорошо! По боч vedere Вот Я не хочу больше петь, учи меня играть на каком-нибудь инструменте, а на чём же ты хочешь учиться, а на чём легче всего на балалайке? Нет, балалайка очень тихо играет, ну так в силофоне, а громчик в силофоне, ничего нет, нет, сейчас громчик в силофоне, ничего нет, давай, не знаю, как учись, давай, давай, учись. А чего мне учиться? Я уже и так умею, замечательно играю. Нет, 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 это ты не играешь, это ты просто барабанишь. Как же ты барабанил? Замечательно играю, громко. Нет, 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 надо, чтобы было не громко, а чтобы было красиво. А у меня и получается красиво. Нет, совсем не красиво. Слушай, это мечты и зависти, так говоришь. Тебе хочется, чтобы тебя одного служебе не хвалили. Ничего подобного, но если хочешь, играю на своём силофоне. Сколько лет, ну и буду играть. Прибежала собачка-гулька, Вызовусь из своих логан, Бончик и сиропик. Появился доктор Пилюркин. Что на шум, это не шум, это я играю. Перестань сейчас же, у меня уши болят по своей музыке. Это потому, что ты ещё не привык к твоей музыке. Он привыкнет, и уши перестанут болеть. А я тебе говорю, уходи отсюда Со своим противным шилоходом. А куда же мне идти? А иди в поле, там и играй. А в поле некому будет слушать. А тебе что, обязательно надо, Чтобы тебя кто-нибудь слушал? Обязательно. Ну тогда иди на улицу, Пускай тебя соседи услышат. Гулька, пойдём. Так-так-так, вот, посиди ещё Немножечко широк, скоро закончу. Чубик был очень хороший художник, Стоило только посмотреть, как он Стоял около Вариберта С валитрой в руках. Каждый сразу видел, Вот он! Настоящий художник! Ну вот! И готов! Эхе-эхе-эхе活! Эхе-эхе-эхе! Эхе-хе-эхе macam! Эхе-хе-хе, как тебе похоооооооооох, Правда яржайка? Вроде похоже Только вот волосики Чуточка не похоже Игонечка носика тоже Чуточка не похоже А так Вроде похоже Ну что ты, все Вроде и вроде Очень похоже Замечательно перешел Спасибо, чудник Спасибо, не за что Как это не за что Так вот портрет Побегу домой На стену повезу Слушай, чудник Отдайте краски и кисточку Я тоже хочу стать художником А ты же хотел учиться музыке Нет, моей музыки Никто не понимает Не доросли еще До моей музыки Ну вот Только попробую И сразу бросим Так у тебя Ничего не выйдет Рисоваться тоже Долго надо учиться А я и буду учиться Музыка Субтитры подогнал «Симон»